Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Максим Иванов. Задумывались ли вы о том, кто всегда находится на передовой в борьбе за здоровье, а часто из-за жизни человека помимо врачей? Это настоящие ангелы на земле, которые не только следят за состоянием пациентов, но и утешают, поддерживают и дарят надежду. Это медицинские сестры, герои, отдача и преданность которых безгранична. Ежегодно, 12 мая, отмечается Международный день медсестер. Подробнее о том, как тяжел и тернист на самом деле путь светлый и чистой души медицинских работников, расскажем в нашем следующем сюжете. Труд медсестры – это призвание и огромное желание помогать другим людям, отдавая каждый раз частичку себя во благо пациентов. В процессе лечения именно медицинская сестра находится с больным большую часть времени, будучи вторыми руками и глазами врача. В эту профессию приходят по-разному. Одни доверили совету родителей, другие с детства играли в доктора, а третьи и вовсе пришли по стечению обстоятельств, не зависящих напрямую от них. Как для девочки и для девушки в будущем у женщины, период беременности было что-то особенным, что прямо притягивало душой. И, ну, наверное, поэтому я решила связать свою жизнь с этим, находиться в этой сфере, помогать как-то женщинам, появляться как-то новым семьям, новым жизням. Вообще с детства я мечтала стать медработником, а именно врачом, но так получилось, что я пока медсестра, и в дальнейшем я планирую вообще реализовать свою мечту, стать врачом, врачом-падиатором, возможно. В профессию я пришла в период пандемии как раз-таки, начала учиться. Это, думаю, было позовом моего сердца, помочь людям, всегда быть начеку. Существует около двух десятков специализаций медсестер. Каждая из них имеет свою зону ответственности. Курируют работу медперсонала главная и старшая сестры. За постельное белье, состояние оборудования, обеспечение продуктами, отвечает сестра-хозяйка. Хирургическая и операционная готовят к проведению операции все необходимое. И в ходе нее помогают врачам. Процедурная делает больным уколы, следит за обработкой инструментов, лабораторная принимает биоматериалы на анализ, постовая дежурит в отделение, размещает больных, палатная проверяет содержимое передач, которые получают больные, раздает им медикаменты, проверяет температуру. Практика показывает, что медицинские сестры выполняют большой функционал задач. Они заменяют друг друга и помогают в уходе за пациентами. Я работаю в процедурном, также и в перевязочном делаю перевязки с врачами, и также на посту сижу. Там уж мы оформляем пациентов. В течение дня мы ведем с врачом прием, например, либо это прием в кабинете, также это работа в неотложной помощи, выезды на дом, то есть это кровь, кардиограммы. Труд медицинских сестер требует не только физической выносливости, но и эмоциональной стабильности. Они должны быть готовы к работе в любое время суток, к нестандартным ситуациям и условиям. Важным в этой профессии является и большая ответственность, отдача и преданность работе. И, конечно, милосердие, способность проявлять сострадание и заботу каждому пациенту. Несмотря на его статус и возраст, во многом именно доверительные отношения между подопечными и медицинским персоналом помогают быстрее преодолевать физические и эмоциональные трудности. Это очень-очень большая ответственность, в первую очередь, за своих людей. В моем случае это за мой участок. Потом это, конечно же, желание помочь всем безукоризненно, отдать себя всю, всю свою душу данной профессии. Я легко отношусь к работе. Я хорошо сработалась со своим врачом, поэтому нам легко в процессе. Все равно понимаешь, что это беременная женщина. Тут немного другая психология, другой гормональный фон. И поэтому они все воспринимают по-другому. Иногда бывают трудные смены. Когда вообще выбираю, как-то так получается, что неохота приходить. А потом домой прихожу, расслабляюсь, отдыхаю. И как бы заново прихожу на работу. На земле нет профессии, более необходимой людям и несущей главную миссию. Помогать пациенту справиться с болезнью и недугом. Обрести надежду и силы вернуться к повседневным заботам. Медицинские сестры и врачи – настоящие герои. Именно благодаря их совместной работе большинство жизней спасается. Многие болезни побеждаются, а пациенты восстанавливаются. Кристина Отекина, Александр Антонов, Универ Новости. Скоро стартует акселерационная программа Казанского университета, которая реализуется в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Студенты научатся оформлять свои стартап-проекты и подготовят их к участию в конкурсах и грантах. Лучшие проекты будут награждены денежными призами. Современную модель университета невозможно представить без взаимосвязи с параллельно развивающимися технологиями. Вузы всего мира сегодня развиваются по трем основным трекам – образование, наука, предпринимательство. То, что создается в стенах университета, в конечном итоге доходит до рынка, внедряется и применяется для удовлетворения потребностей нашего общества. Два года назад правительством Российской Федерации был принят федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства», который направлен на развитие подобных компетенций и нового бизнес-процесса в рамках российского высшего образования. Мы, на самом деле, в университете приступили к этой работе уже задолго до принятия постановления правительства. Это было сделано в 2018 году, и мы оказались наиболее подготовлены к реализации этой программы среди других университетов Российской Федерации. Это подтверждается тем, что по всем показателям, это включается и конкурс «Студенческие стартапы», и университетский стартап «Студ» и так далее. Мы находимся на первом месте в Российской Федерации. Это признано абсолютно не оспариваться никем. Акселерационная программа будет делиться на два блока – образовательный и проектный. Основное и открывающее мероприятие стартует 15 мая. Затем ведется работа команд с треками. Завершением так называемого первого этапа акселерационной программы будет демо-день 3 июня, на который будут приглашены партнеры, в том числе представители университетской стартап-студии. Будут представлены порядка 60 проектов, чтобы из них отобрать не менее 20 уже на второй этап. Он пройдет осенью этого года. Там тоже планируется образовательный блок, но с более глубоким погружением в тему проектной деятельности и создание стартапов. Также будет работа с трекерами. В конце ноября, начале декабря пройдет итоговый демо-день, на котором уже традиционно выберут три лучших проекта. Мы смотрели летнюю нагрузку. Все-таки у студентов в июне активная сессия начинается, плюс каникулы. И не хотелось бы отрывать, да, поэтому мы постарались акселерационную программу встроить в учебный процесс так, чтобы это было в том числе комфортно для студентов и не накладывалось негативный отпечаток на их учебный процесс. На образовательный интенсив, который стартует 15 мая, будут приглашены действующие предприниматели, представители различных институтов поддержки, другие партнеры из различных организаций, например, из университета Иннополис. Также перед ребятами выступят и студенты, победители конкурсов студенческого стартапа, чтобы на своем примере показать, что конкурс реален ровно настолько же, как и получить миллион. Елизавета Газизянова, Карина Саяхова, Николай Осуховский, Универ Новости. С наступлением весны все больше людей начинают задумываться о предстоящем огородном сезоне. Ведь это время года самое подходящее для посадки растений, ухода за ними и уборки урожая. Многие даже предпочитают выходить в огород вместо похода в тренажерный зал. Как взаимосвязаны эти два вида деятельности и правда ли перенос ведра с картошкой ровно силен тяги гантелей, узнавал наш корреспондент. С приближением майских праздников начинается сезон огородов. Еще с советских времен именно в это время люди начинали сеять, копать, сажать. Каждый пионер после первого мая автоматически направлялся в сторону бабушкиного сада и брал в руки лопату. Сейчас мало что изменилось, разве что нынешняя молодежь периодически вспоминает о своем физическом состоянии к лету и возникает вопрос, как успеть и в тренажерный зал, и к бабуле. Когда целый день работаешь, замечаются какие-то изменения в теле и можно заметить то, что ты худеешь, то есть постоянно даже пьешь. Насчет худея я не знаю. Видимо, я не худею от огорода и даже, по-моему, от бассейна я не худею. А нет, не худею. Ну, нет, да, худею. Нацеленная я никогда не занималась огородом, чтобы похудеть. Всегда это был только спорт, а не огородный спорт, так сказать. Понимаете, от тренажера на зал вы можете отказаться, а от бабушки нет. Актуально, как никогда в мае, сажать картошку, капусту, морковь, свеклу, редис. Люди уже заранее готовятся к посевам, выбирая семена и подготавливая почву. Поэтому майские праздники становятся временем активного труда на огороде и радостным ожиданием будущего урожая. Знаете, я в этом году первый раз сама посадила цветочки, потому что я хочу в будущем открыть свой цветочный бизнес. И вот мне бабушка помогала, она поливает их дождевой водой, сама ухаживает, но я посадила. В последний раз ездил на дачу, скопал 10 грядок, ну так отдыхал по часику и быстро уехал домой, и все. На самом деле можно вывести для себя некие сходства в занятиях огородом и тренировках в зале. Например, с данного тяга можно соотнести с подъемом двух ведер картошки, а приседания с корзинкой с теми же приседаниями со штангой. Это точно, спокойно заменяет любой тренажерный зал. Не ходите в зал, ходите на огород к бабушке, помогайте бабушке. Наверное, как и на кроссфите, комбинация, три подхода, туда-сюда, ведерки, лопаты. Сходство есть, наверное, усилия нужно иметь. Ощущаю именно боль с кожей, когда вот мы тягаем, как это называется, когда мы тягаем штангу и когда мы работаем физически лопатой, то я ощущаю сходство в боли. Выявив сходство и все-таки взявшись за любое из видов деятельности, важно сконцентрироваться и правильно выполнять даже, казалось бы, самое обычное упражнение. Любое неправильное движение может отправить вас из огорода или зала прямиком в больницу. Поэтому как в первом, так и во втором случае следует быть аккуратным. И даже если не получается взять с себя руки и дойти до зала, можно провести время с пользой на огороде. Ашот Карапетян, Кристина Отекина, Универ Новости. Уже совсем скоро стартует экзаменационная сессия. Самый сложный и ответственный период для каждого студента. О том, как ее пережить и о своих способах снятия стресса расскажут студенты Казани. В скором времени стартует экзаменационная сессия более чем у 4,5 миллионов студентов по всей России. И для кого не секрет, что это самое стрессовое время в жизни практически каждого учащегося. Как готовиться к сессии, как ее пережить и свои лайфхаки по снятию стресса расскажут сами учащиеся Казанского федерального университета. Я просто читаю все билеты. Начинать нужно с конца, потому что первые билеты очень редко когда попадаются. Я помню свою первую сессию. Я училась в колледже. И после первой сессии у меня появился Дэволс. А сейчас как-то проще к этому отношусь, потому что экзамены в любом случае можно пересдать. А какие-то определенные моменты в твоей жизни, я считаю, что они не стоят таких переживаний. Главное, выспаться нормально. На первом курсе там надо все попробовать. И в последний момент 10 задач по Матону решить. и так далее. Ну, в принципе, если долго схватил, можно не переживать. Потом закрыться спокойно, ходить. Готовлюсь к левому лайфхак делать каждый день по чуть-чуть что-нибудь. Вот, например, с группой обычно делим вопросы. Я создаю Google Doc и каждый туда пишет свой вопрос. Ну, относительно сессия не тяжелая вообще на первом курсе. Протекает все стабильно, спокойно из-за того, что мне слишком много информации нужно заучивать. Мне нужно гиперфиксироваться на этом всем. Как-то проще все воспринимать. Ну, завалил, да пересдать можно. Ничего страшного. Я запоминаю все по ассоциациям. А со стрессом, ну, только если какой-нибудь сон, не знаю, может быть, успокоительный, но это в крайнем случае. Я готовлюсь к сессии во время самой сессии и у меня нет цели написать на пять, поэтому я особо не переживаю. Моя главная цель это не улететь на допку. Стоит принять тот факт, что стресс это естественное состояние человека и нормальная реакция на происходящее вокруг. Будь то крупный проект, курсовая работа или подготовка к экзамену, перед вами будет стоять выбор опустить руки или самостоятельно что-то предпринять. Татьяна Еремина, Резида Каримова, Николай Суховский, Универ Новости. В эти парки состоялась научная лектория Милмакс Сайенс. В числе спикеров мероприятий ученые Казанского Федерального Университета. В день радио 7 мая в 15.00 с лекции «Слышим, но не видим» столетняя история «Секреты радио» выступил доцент кафедры телепроизводства и цифровых коммуникаций Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского Федерального Университета Галина Арсеньевна, доцент кафедры биохимии, биотехнологии и фармакологии, ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории Индустриальная биофармацевтика Института фундаментальной медицины и биологии Казанского Федерального Университета Эмиль Булатов рассказал, как создаются лекарства будущего, что представляют собой молекулы-наемники, как редактировать геном, как с помощью генной модификации научить иммунные клетки уничтожать опухоль и некоторые другие интересные истории. Его лекция называется «Лекарства будущего. Молекулы-киллеры. Генетическая инженерия. Иммунный спецназ». Она состоялась 12 мая. 26 мая в 17.00 лекцию «Современная криминалистика. История достижений» предсчитает доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического факультета Казанского Федерального Университета Игорь Антонов. На этом все. В студии был Максим Иванов. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова